это присказка кажется знакома каждому кто говорит или понимает на русском языке виталий где ты сегодня снимаешь свой выпуск где где караганде кажется можно было подумать что выпуск о казахстане я начну со столицы с нурсултана или может быть самого крупного города алматы но нет мой родной город в казахстане караганда здесь я долгое время жил здесь я начинал свой предпринимательский путь с вами видео проект верх и виталий чарясов и мы в стране великой степи казахстане не забывайте подписаться на канал обязательно оставляйте свой комментарий ну что да начнется путешествие здравствуй родной казахстан в этом выпуске вы увидите три главных города казахстана по версии виталия чарясова и видео проектов верх самые яркие достопримечательности страны если жизнь после экспо главные объекты экспо 2017 в казахстане тонкости открытия бизнеса в казахстане и свободные экономические зоны великой степи я нахожусь в центральном парке культуры и отдыха города караганды и прежде чем мы отправимся с вами увлекательно путешествие по моей родной стране давайте немного больше узнаем о самом казахстане страна раскинулась на территории средней азии сибири и европы испокон веков эти земли населяли кочевники сформировавшие самобытную культуру узнаваемую по всему миру что такое казахстан сегодня посмотрим на страну в цифрах и фактах официальное название страны республика казахстан население по данным комитета государственной статистики 19 миллионов 82 тысячи 467 человек на январь 2022 года столица нур султан бывшая астана с населением 1 миллион 250 тысяч человек крупнейший город с населением более двух миллионов человек алматы мой родной город караганда с населением 500 тысяч человек а еще город регионального значения шимкент и такие города как октобе тарас павлодар усть каменогорск семей атырау и козеларда несмотря на то что казахстан называет страной великой степи кроме самой степи территория включает равнины тайгу скальные каньоны холмы горы и пустыни и море озеро каспий основа экономики страны нефтегаз а большая часть населения занята в сфере услуг президент казахстана с 2019 года косынжо март токаев официальная форма правления конституционная республика а кто соседи казахстана по сухопутным границам это россия китай киргизстан узбекистан и туркменистан страна имеет выход только каспийскому морю который уже давно считается скорее озером из-за своих особенностей казахстан состоит из 17 областей и трех городов республиканского значения но урсултан алматы и шимкент национальная валюта казахстанский тенге один тенге содержит 100 тиин один доллар на сегодня стоит примерно 475 тенге название тенге произошло средневековых тюркских серебряных монет динге или танга от которых кстати произошло название русской монеты деньги и само слово деньги ввп в 2021 году 202 миллиарда 900 миллионов долларов сша ввп на душу населения примерно 11 тысяч долларов а инфляция 8 целых четыридесятых процентов ну что с основными цифрами познакомились а теперь предлагаю отправиться в большое путешествие по казахстану и первый город на очереди город в котором я родился и вырос моя родная караганда я не просто так приехал на самое большое угледобывающее предприятие караганды ведь мой родной город это промышленный центр важный узел железнодорожных и воздушных путей в котором сильно именно добывающая промышленность кстати по одной из версий название города произошло от словосочетания каракан что означает черная кровь народ сравнивал пласты угля с густой черной кровью другая версия название пошло от низкорослого кустарника с желтыми цветами который называется карагач он в больших количествах растет в окрестностях города как бы там ни было но название очень яркое и запоминающиеся основан город в 1934 году как раз благодаря тому что за сто лет до этого в окрестностях нашли уголь так в 1833 году мальчик-пастух опак байжанов на выпасе овец нашел первый каменный уголь уже в 1857 году на территории современной караганды появился ивановский разрез выработка по добыче каменного угля в 1931 году караганда стала рабочим поселком а в 1934 приобрела статус города как часто бывало раньше город выстроен силами политических заключенных в 30-е годы в окрестностях города завершили строительство архипелага карлак на тот момент на его территории проживало около 65 тысяч заключенных и переселенцев по некоторым документам за время существования через карлак прошло около 1 миллиона заключенных которые работали в угольных шахтах в разное время здесь можно было встретить известных людей сосланных для отбывания повинности наиболее известны это лев гумилёв николай заболоцкий и александр солженицын интересный факт в 1944 году в караганду была сослана семья первого президента чечни ахмата кадырова именно здесь он и родился караганда город шахтерский многие жители трудятся на шахтах именно поэтому по городу то здесь то там можно встретить памятники этой нелегкой профессии главный же памятник шахтерская слава следующей точкой на карте караганды стал для нас поселок долинка в прошлом столице карагандинского исправительно трудового лагеря или сокращенно карлак это был один из самых крупных исправительно трудовых лагерей главного управления лагерей и мест заключения или гулага с 30-х по 50-е годы карлак занимал территорию сравнимую с площадью всей франции а сейчас здесь можно найти только вросшие в землю стены разрушенные бараки для осужденных остатки смотровых вышек и главное здание управления карлаком где мы и побывали сам поселок долинга был действительно столицей административным центром из которого контролировали все отделения 20 веке весь казахстан был фактически большой тюрьмой куда ссылали всех неугодных сталинскому режиму почти все проходили по одной и той же статье 58 за контрреволюционную деятельность осудили сотни тысяч человек каждого четвертого расстреляли труд заключенных использовался для строительства горнодобывающей и металлургической промышленности что до сих пор является существенной частью экономики страны а сейчас мы переместились самый крупный католический храм казахстана очень красивое и величественное здание как по мне собор сильно напоминает средневековый замок тем удивительнее он становится если помнить что мы находимся с вами посреди великой степи внутри храма расположен самый большой орган в республике периодически здесь проходят концерты с участием местного симфонического оркестра интересно что сама караганда считается центром католицизма и протестантство казахстана здесь было очень много заключенных по религиозным признакам в советское время поэтому наверное не стоит удивляться такой мульти религиозности изначально здесь все религии были равны и продолжаем наше путешествие по знаковым местам в карагандинской областной мечети которая является крупнейшей мечеть в казахстане по размерам немного уступает столичной мечети она конечно очень красивая первый камень был заложен в новом тысячелетии окончание строительства произошло 2011 году трехэтажное здание венчает купол по четырем сторонам минареты высотой 50 метров одновременно в мечети может находиться до 4000 человек напротив мечети на торцах пятиэтажек красуются портреты трех казахских биев то есть судей айтикеби козыбек би и то ли би это они в конце 17 века создали первый свод законов казахского ханства житы жарги рядом с мечетью простирается сквер украшенной галереи каменных статуй казахстан считается мусульманской страной но здесь очень терпимо относятся к другим религиям а теперь я отправился в главный православный собор караганды свято-веденский архитектурная особенность этого здания основание которое имитирует ноев ковчег иконостас мастера резьбы по дереву делали почти четыре года он получился действительно очень красивым вообще сооружение привлекает внимание но большее внимание привлекает именно атмосфера чувствуется ощущение некого братства орталык саябак центральный парк старейший и крупнейший парк города еще в 1935 году начали строить водоем а позже благоустраивать территорию вокруг него здесь можно посетить разного рода кафе спортивные игровые площадки покататься на лодках катамаранах а зимой посетить каток застан настолько большой что только по одной карагандинской области можно ехать на авто 9-10 часов и оставаться в ее пределах только в карагандинской области это каркаролинский национальный парк и дерево желаний озеро балхаш самый большой водоем республики метеоритный кратер шунак и горный массив улутау что в переводе с казахского языка означает великие горы а теперь щепотка бизнеса в рассказ о городе карагандинская область находится в центральной части казахстана является самой крупной по территории занимая площадь примерно 15 процентов от площади всей страны она богата природными ресурсами здесь проживает примерно одна десятая часть населения всей республики преимущественно развивается горнодобывающая и металлургическая отрасли туристическая же отрасль находится в стадии затянувшегося зарождения откровенно говоря здесь и мало занимается на уровне правительства однако прекрасно зная здешние места могу с полной уверенностью сказать что карагандинская область обладает большим потенциалом в части например рекреационного туризма сейчас же сюда приезжают преимущественно с деловыми целями каких-то крупных брендовых отелей здесь нет самыми крупными отелями являются космонавт сенатор арнува и к примеру отель ос караганде практически нет современных зданий основная застройка сохранилась советской эпохи поэтому может сложиться такое ощущение что время здесь остановилась для меня же это отличная возможность поностальгировать по тем счастливым годам которые я здесь прожил если есть желание окунуться в такой не обремененный современными небоскребами город с приветливыми жителями то караганду вам точно стоит посетить сейчас я нахожусь на горе коктубе которая расположена пределу города с нее можно увидеть практически весь город он в буквальном смысле на ладони алма-ата на русский манер и по старому названию города алматы с ударением на последний слог на казахский манер а до 1921 года город верный это город республиканского значения и один из крупнейших городов казахстана до 1997 года алматы являлся столицей республики населением 21 год примерно 2 миллиона человек по данным археологов первые поселения ранних скотоводцев и земледельцев появились на территории современной алматы примерно десятом девятом веках до нашей эры еще купцы из гены упоминали в окрестностях алматы несколько городских поселений одно из которых называлась алмату она располагалась как раз на великом шелковом пути из европы в азию история современного города началась в 1854 году когда на левом берегу реки малая алматинка было построено военное укрепление верно вокруг него начали селиться люди и уже в 1867 году населенному пункту присвоили статус города и и Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем осмотреть городские достопримечательности города Алматы, я решил показать вам природную красоту окрестностей. И первой точкой стал Черинский каньон, который протянулся на 154 километра вдоль реки Черин, расположен в 195 километрах к востоку Алматы, неподалеку от границы с Китаем, является частью Черинского национального парка. Возраст осадочных пород каньона около 12 миллионов лет. Высота от Костных гор 150-300 метров, достаточно высоко. Наиболее интересное место с туристической точки зрения это долина замков, где мы сейчас и находимся. 2 километра и ширина от 20 до 80 метров. Виды здесь очень напоминают Гранд Каньон в Соединенных Штатах и Большой Каньон в Амане, где мы недавно с вами были. Вообще в стране довольно развит приключенческий и экотуризм. Хайкинг, парусный спорт, плавание и скалолазание. Экотуризм это одно из самых популярных направлений в Казахстане. Прогулки по заповедным зонам, посещение национальных парков, возможность пожить в традиционной юрте, изучить обычаи и быт. Также интересным направлением может стать Актау на Каспийском море, где открылся отель Риксос, который держит уровень качества сервиса всей сети Риксос и при этом более доступен по цене. Можно посетить Ишимкент, либо взять одну из экскурсионных программ по Великому Шелковому пути в Туркестанской области. Ну а я отправляюсь дальше в Алматы и прежде покажу вам еще несколько красивых мест, которые точно стоит посетить. Не менее популярное место, чем Черынский каньон в Алматинской области. Это пресноводные озера Каинды и Кальсайские озера, расположенные в предгорьях Северного Тяньшаня, недалеко друг от друга. Озеро Каинды находится на высоте примерно 1900 метров над уровнем моря и является природной достопримечательностью Казахстана. Оно образовалось в результате сильнейшего землетрясения в 1911 году, когда горные породы обвалились и переградили реку. В результате в долине появилось вот такое вот красивейшее озеро длиной 400 метров и глубиной в среднем 25 метров. В переводе с казахского Каинды буквально изобилующий березами. Мощные скалистые вершины и березовые рощи будто бы образуют природные ворота в неизведанные горные пространства. Природная стихия создала невероятные ландшафты ущелья Чон-Уректы. Торчащие с поверхности озера верхушки ели напоминают безжизненные пространства выжженных земель. Но под бирюзового цвета водой можно обнаружить прекрасно сохранившиеся ветки и иголки. Затонувшие деревья составляют лишь часть живописного пейзажа Тяньшаня. Кальсайские озера. На казахском языке единое название Кальсай, что означает озеро в ущелье. В народе их называют голубым ожерельем за прозрачную чистейшую воду. В систему Кальсайских озер входят три озера. Верхнее на высоте 2700 метров, среднее на высоте 2250 метров и нижнее на высоте 1700 метров над уровнем моря. Вокруг озер проходят трекинг-маршруты, конные экскурсии и просто прогулки. Ближайший населенный пункт поселок Саты. Находится он в 10 километрах от озера Кальсай. Там вы можете расположиться на ночлег. В самой же непосредственной близости к первому озеру Кальсай, где мы сейчас и находимся, есть несколько отелей, где также можно провести незабываемый уикенд. Нередко туристы приезжают и селятся прямо в палатках на склонах вот этих высоченных прекрасных гор. Важно знать, что если вы вдруг соберетесь сюда ехать, обязательно захватите с собой документы, удостояющие личность. Озера Кальсай находятся в приграничной полосе. И если вы не захватите с собой документы, вас просто сюда не пустят. Здесь очень красивая природа, высокие горы, зеленый лес и голубая водичка. Первомайские пруды находятся в окрестностях Алматы. Это живописная местность, сочетающая в себе озера, пруды, песчаный пляж и места для прогулок. Сюда можно приехать, остановиться в таких вот красивых домиках прямо на берегу озера, поплавать в озере, порыбачить, позаниматься вейкбордингом или просто прогуляться по окрестностям. Вообще, если вы заметили это великолепное разнообразие природы, страна сочетает в себе уникальный диапазон ландшафтов. Горы, озера, каньон, ущелья, лиственные и хвойные леса, национальные парки. И это мы с вами еще не были в поющей пустыне. Локации настолько красивые и разнообразные, что про каждый можно снимать отдельный выпуск. Прелесть Алматы в том, что вся эта уникальная природа находится в часовой доступности на авто. Так что отдых на природе и наслаждение всеми этими красивыми видами можно позволить себе без отрыва от городских удобств. Климат здесь очень мягкий, тепло становится уже с середины весны, средняя температура 18-23 градусов. Летом достаточно жарко, 30-40 градусов. Поздней весной 9-16 градусов. В этом плане Алматы выгодно отличается от более северных городов Казахстана. Непозволительная роскошь снять выпуск об одной из стран Центральной Азии и не показать вам местный рынок. Это Зеленый базар, один из старейших и крупнейших рынков Алматы. Торговые ряды существовали здесь уже в 1868 году. Тогда рынок носил название «Гостиный двор» и его купечество. Представлялось из себя таких два небольших павильона, где встречались заезжие гости, торговцы и купцы со всей Средней Азией и даже с Японией. В 2017 году рынок обрел свой нынешний вид. Площадь рынка составила около 20 тысяч квадратных метров, половины из которых теперь занимают торговые площади, а вторая половина – автопаркинг на 400 мест. Вообще торговля процветает в городе и Алматы славится обширными барахолками, моллами и международными брендовыми бутиками. Национальные казахские сладости. Можно попробовать? Творог это получается? Из творога? Казахские сладости, ирымшик. С сахаром? С медом, и не сладкий. Так, а это с медом. Верблюжьего молока. Вкусно? Очень, да. Вкусно. Спасибо. Спасибо. Это неудивительно, когда под боком Китай и Узбекистан как поставщики разного рода товаров, а с другой стороны Россия как огромный рынок сбыта. Торговля, двигатель прогресса и исторического развития. Поэтому сейчас предлагаю немного окунуться в удивительную культуру Казахстана. Алматы – один из древнейших городов Семеречья. Он был хорошо известен арабам, китайцам, персам, грекам еще в первом тысячелетии нашей эры. По землям Казахстана проходили караваны с востока на запад и в обратном направлении. Именно здесь пролегал великий шелковый путь. Баралдайский сакский курганы – единственный сохранившийся на территории Алматы памятник периода раннего железного века, который закончился в 332 году нашей эры. Здесь же древний некрополь возрастом 2,5 тысячи лет. В начале нового тысячелетия на территории степной части Казахстана и Центральной Азии процветала кочевая скифо-сакская цивилизация. Отсюда в названии курганов слово «сакский». В последующие века в степях Казахстана сформировалась могучая гуннская держава, оказавшая огромное влияние на геополитическую карту мира той эпохи. Именно могучий Аттила со своими воинами стал причиной падения Великой Римской империи. Преемниками гунов стали тюркоязычные племена, образовавшие несколько каганатов – крупнейшие государственные образования. В 1221 году монгольские племена Чингисхана завоевали всю Центральную Азию. Это существенно повлияло на историю казахского народа. Большая часть нынешнего Казахстана была под властью Золотой Орды. На рубеже 14-15 веков на территории Южного Казахстана и Средней Азии сформировалась мощная империя Тамерлана, подчинившего себе обширные пространства вплоть до Северной Индии. Ко второй половине 15 века в регионе начался процесс объединения кочевых народов в степи. Стали образовываться первые казахские ханства. В первой половине 16 века, по сути, сформировалась единая нация. Далее были война с джунгарами, присоединение к Российской империи и вхождение в состав Советского Союза. Современный этап Казахстана начинается 16 декабря 1991 года, когда парламент республики провозгласил государственную независимость. А теперь мы осмотрим еще одни достопримечательности Алматы. Это горнолыжный курорт Чимбула, который находится там повыше, и высокогорный каток Мидео. Каток расположился на высоте 1691 метр над уровнем моря. Первые курортные зоны обосновались здесь еще в далеком 1920 году, а полноценный спортивный комплекс начали строить в 1970. Площадь искусственного катка составляет 10500 метров. Для его заливки используется чистая горная вода, что делает катание очень комфортным. Каток Мидео один из самых больших в мире. Горнолыжный курорт Чимбулак или Шимбулак расположился в конце ущелья на высоте 2200 метров. Он считается одним из главных горнолыжных курортов Центральной Азии. Лыжный сезон здесь длится стандартно с ноября по апрель. Пожалуйста, это наши фирменные чебуреки с бараниной и джусаем. Многие из них даже с города поднимаются, чтобы ими перекусить. Сейчас мы попробуем. Пожалуйста. Ну как приехать на Чимбулак и не посетить мое любимое заведение шале. Помню раньше зимой часто приезжали сюда, катались на склоне, на лыжах, на борде. И обязательно после спуска со склона шли в этот ресторан, кушали чебуреки, пили горячий чай, кушали советский шашлык. Кстати, нам сейчас его должны принести. Так что если зимой приедете сюда кататься на лыжах и даже летом обязательно приходите и насладитесь здешней атмосферой. А внутри вообще атмосфера огонь. Начнем, пожалуй, с чебурек. Сочный, вкусный, настоящий. Нам поведали здесь один секрет. Люди специально из-за этого шашлыка едут из города, поднимаются в горы, не успев зайти. Сразу говорят, у меня 10-20 палочек. Это вот советский шашлык, как раньше готовили. Сейчас попробуем. Так. Ну-ка. Ммм. Ммм. Очень нежный. Все сбалансировано. Барашка просто огонь. Теперь я понимаю тех, кто едет сюда специально из-за этого шашлыка. Буду прилетать сюда из Дубая. А что делать? Трассы на Шамбулаке самые разнообразные. Пологие и мягкие склоны для начинающих. Длинные трассы для подготовленных лыжников. Физ-трассы для скоростного спуска. Халф-паев для сноубордистов. И даже специальная трасса для могула. Здесь, на Шамбулаке, трассы скоростного спуска и слалом гиганта по праву входят в десятку сложнейших трасс мира. Ну а теперь, после такого близкого знакомства с природной красотой Алматы и всего Казахстана, самое время познакомиться с национальной кухней и немного прикоснуться к культуре. Ну как прилететь в Казахстан и не сходить на охоту? Вот, друзья, пригласили. Волк взял. Мы находимся в ресторане Сандык. Это новый ресторан в Алматы. Ресторан национальной казахской кухни. Открылся он относительно недавно, в декабре 2021 года. Ресторан просто бомба. Именно он, по моему мнению, познакомит нас с многовековыми традициями по приготовлению пищи в Казахстане. Сандык – исконное казахское название одного из предметов мебели, в которых хранили и перевозили драгоценные изделия. Напоминает название сундук, верно? На самом деле он очень похож на сундук. Еще одно национальное блюдо – баурсаки. Пончики из дрожжевого теста, обжаренные в масле. На десерт к чаю подают джент, смешанное с сахаром и топленым маслом, измельченное зерно или пшено. Национальный напиток – кумыс и верблюжье молоко – шубат. Каждый, кто зашел в наш ресторан... А если брать это как дом, сакральный дом, как я и сказал. Каждый, кто заходит в дом казахского, даже если он потенциальный наш враг, но он зашел через твой порог, он твой гость. Пока он не уйдет, ты не имеешь права ничего про него сказать. Ты забываешь все обиды, ты забываешь все войны. Ты мой гость. Садишься, вместе со мной кушаешь мою же еду, которую я сам приготовил, моя жена приготовила, мои дети вместе с тобой разделяют пищу, они даже с тобой поиграются. Но мы никогда не будем показывать то, что это наш враг в нашем доме. То, что у нас пшеница в виде, мы показываем, чтобы наш стол всегда был богатым. Потому что само вот это сельскохозяйственное, это показывает богатство. Плодородная земля. Счастливые люди. Да. И всегда так будет. Всегда так будет. Даст бог. А тут у нас open bar, open kitchen. А алкоголя в ресторане нет? Нет. Нет. Этого слова даже у нас в лексиконе нет. Это тоже сакральные вещи. Это вот сейчас Луи Виттон, да? Они все сейчас думают, что они вот эту культуру сделали. Ну, покажите мне. Позовите этих людей. Скажите, как в 17, 15, 14, 13 веках казахи как это делали? Короче, и Луи Виттон занимается плагиатом. Плагиатом. Казахский плагиат. Это основной зал. Это основной зал. 180 человек. Посадка. Это те колонны, о которых я говорил. А, вот. И видите, главный шанграх, можете показать, вот шанграх, весь тюркский шанграх, держит все колонны. Главный наш шанграх. Все симметрично. Если одну уберешь, упадут все 23. Не так, чтобы, ой, можно одну вытеснуть и так далее. Нет, мы специально показали то, что вот эта концепция Туранского государства, да, Туранское государство, сейчас то, что некоторые правители хотят это сделать, но мы знаем то, что это в наших сердцах. Для нас каждый тюрк, наш брат. А кто придумал эту концепцию? Это все учредители. Наши учредители, наша большая команда, брейншторм, это не было так, что за один день. Ну, видно, здесь большая работа проделана, это каждая деталь. Огромная. Даже в столбах есть смысл. каждый, вот видите, все канделябры, они все, вся ручная работа. Ничего лишнего, вот этот минимализм, он у нас всегда был. Это все ручная работа. На столе все ручная работа. До, до, тех вещей, которые все думают, это все ручная работа. большие фабрики, да, но там не автомат это все делает. Для нас специально, эксклюзивно все делает. Видите? Она похожа на серебряную. Это серебро. Это серебро, да? Это серебро. Да. Сахарница из серебра. Тут у нас молильная комната, делится на два, мужская и женская. Как мы и сказали, квадратура идентична, как у подземной молильной, ухожа Ахмед Ясуру. Человек, он величественная культура, культ для исламе, научный педагог. Он в такой же молильной комнате жил под землей после 63 лет, как он прожил, пророк Аликсаляту Ассалям, жил 63 года. После этого Хожа Ахмед Ясуру всем сказал, я не могу жить так же, я не могу жить больше, чем мой пророк. Я после этого, и он построил подземную. Есть разные факты. 60 лет, 40 лет, 20 лет, 10 лет. Но это мы уже не можем. Но единственное, есть то, что он там, в такой же квадратуре маленькой, оставил наследие для всего Казахстана. Бешпармахстан. Бешпармахстан переводится как пять пальцев. Правильно подчеркнули. И, пожалуйста, бульон из канины. Необычный вид именно блюдок, который у казахов, как вы знаете, очень много праздников. Сын родился праздник, ходить начал. Это все у казахов очень много праздников. Поэтому за большой стол предлагали именно бешпармах. И, конечно же, для особого гостя тоже по особому рецепту готовили бешпармах. У каждого, как бы, краев Казахстана есть свой метод, как бы, готовности. В нашем ресторане отличается в том, что мы здесь добавляем пять видов именно мяса канины. Как вы видите, снизу тесто, картошка. Это, пожалуйста, бульон из канины. Туда желательно добавлять курт. Курт это у нас сушеный. Да. Вот. И можно добавить именно в бульон. Курт, вы знаете, что такое? Что это сушеный творог с солью. На вкус очень приятно такой как сыр. Следующий это у нас кефир. Кефир у нас домашний, более такой чуть-чуть соленый. Поэтому его тоже можно добавить в тесто, чтобы дать никакой необычный привкус. И, конечно же, овощной соус тоже добавляется в тесто, чтобы быть вкуснее. Приятного аппетита! Бешформа – главное блюдо казахской национальной кухни. Переводится как пять пальцев. Традиционно его нужно есть руками. Ну, я не буду сейчас покушать его вилкой. В бульоне из-под канины варится тесто, картошка, другие овощи, ну и само мясо, естественно. Также добавляется лук. Местные добавляют вот такой вот курт. Как уже говорил сейчас нам представитель ресторана, это такой сушеный творог с добавлением соли. Он придает блюду такой специфический привкус, который присущ казахским национальным блюдам. Начну, пожалуй, с самого деликатеса, это казы, колбаса из канины. жалко, что вы не можете через камеру почувствовать этот вкус. После такого восхитительного обеда в традиционном ресторане познакомимся немного с культурой Казахстана. Большую часть времени казахская музыка была основана на фольклоре и не имела нотной записи. Музыка передавалась от учителя к ученику из поколения в поколение и больше напоминала импровизацию. В 16-18 веках сформировался казахский музыкальный жанр кюй. Музыкант исполняет эпическое произведение на дамбре национально-щипковый инструмент и поет истории эпосов, легенд и сказок. Самым известным исполнителем был Даулет Кирей, который жил в 19 веке. Если вы хотите поближе познакомиться с национальной казахской культурой, то лучше всего это сделать именно в Центральном Государственном музее. Этот музей входит в число самых больших и посещаемых музеев не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Общая площадь 17 500 квадратных метров. Многие признают его одним из самых красивых в Алматы. Количество предметов экспозиции насчитывает около 300 тысяч предметов и отлично отражает этнокультурное и историческое наследие государства. Степь это не просто красота природы, это сложная и порой суровая жизнь, которая веками накладывала определенный жизненный уклад и жили в этой степи вот в таких юртах. Юрта настоящий производитель палатки, но если сравнивать юрту и палатку, то это как сравнивать космический корабль и крылья из песка и глины, где космическим кораблем будет именно юрта. Мастерство работы по войлоку и любовь к орнаментам сделала юрта не только функциональным жилищем, но еще и очень уютным и красивым. Национальная одежда это отдельный пласт казахской культуры. Мужская одежда чопан вроде халата с поясом, сделанный из бархата и покрытой вышивкой. Нательная рубаха, штаны из головных уборов зимой тымак, а летом колпак. Женская одежда включала платья свободного покроя, а сверху камзол или халат чопан. В холодное время года казашки носили шубы из меха лисицы или ягненка. Конечно, большую часть одежды изготавливали из шкур меха и кожи. Богатые люди носили широкие пояса с золотыми пряжками. Обувью служили сапоги. А сейчас мы вернулись на Коктубе. Это гора и одноименный парк. Кстати, переводится как Синий холм. Сам парк уже давно стал символом Алматы и всего Казахстана. Расположен он на пике горы Коктубе высотой примерно 1100 метров над уровнем моря. На территории Коктубе есть зоопарк, аттракционы, рестораны с прекрасным видом на город, канатная дорога, караоке, колесо обозрения, скалодром и многое другое. Также символом является телебашня Коктубе. Очередная достопримечательность Алматы парк имени первого президента. Раньше на месте парка были сельскохозяйственные угодья и яблоневые сады. Планировали здесь открыть элитный коттеджный поселок, но вместо этого решили разбить красивый парк. Работы длились 10 лет и парк открылся в 2010 году. Очень красивым вышел вход парк, который выполнен в форме полукруглой арки в бежево-золотых тонах. Лучше всего парк осматривать 30-метровой смотровой площадке, которая находится на холме. Казахстан моя родная страна, здесь же я начинал свой предпринимательский путь. Офисы моей международной консалтинговой компании до сих пор активно работают и развиваются в трех городах Казахстана, в Алматы, где мы сейчас находимся, в Нур-Султане, в столице и в Караганде. Поэтому я решил сделать небольшой обзор одного из моих офисов. Это офис моей основной компании Аппоркейс, международная юридическая консалтинговая компания, вот, кстати, ее лого, и проекта в Казахстане Аппорлайсенс, это проект онлайн-платформа по лицензированию в любой отрасли на территории Казахстана. Сразу входит две переговорки, одна к проекту Аппоркейс, пойдемте посмотрим, что здесь. Такая уютная переговорка, где компания Аппоркейс, ее сотрудники встречают клиентов и решают разного рода задачи. Вот так она выглядит. Здесь, кстати, вот у нас такой крутейший брендинг на стене. Напротив переговорка онлайн-платформы Аппорлайсенс. Уже так все уютно, красиво. Здесь мы встречаемся с клиентами и помогаем им решать вопросы по лицензированию в любой сфере. Идем дальше. Ну, понятно, ресепшн. Напротив кабинет продуктовой разработки здесь мы творим все чудеса и разрабатываем новые продукты. Напротив кабинета разработки сидят ребята из онлайн-платформы по лицензированию, которые занимаются помощью в оформлении лицензии. Идем дальше. Здесь у нас сидят юристы, здесь бухгалтера, а напротив расположен отдел продаж. Заглянем. Ну, вот так выглядит наш офис. Так что, если вы будете в Казахстане, всегда можете заглянуть к нам в офис, и мы с радостью окажем вам услуги по юридической части, по бухгалтерской части, по лицензированию, как внутри Казахстана, так и за его пределами, где есть наши собственные офисы или офисы наших самых проверенных экспертных партнеров. Так что, welcome to Казахстан, welcome to Uppercase. Приехали забирать из отеля наших долгожданных гостей, партнеров Игоря Озерского и Александра Кукуева из Кинпилот. Сейчас поедем в офис знакомиться с нашей командой. Субтитры Ну что, познакомились с моим офисом в Алматы, а теперь посмотрим финальную локацию в этом городе. Финальной точкой нашего путешествия по Алматы стала площадь республики. Это главная площадь города, основана она в 1970 году для проведения городских мероприятий. Демонстрации, парады, праздничные гуляния, концерты. Здесь же проходит главный национальный праздник Наурис. В 2007 году прямо под площадью было решено построить большой торгово-развлекательный комплекс. Однако, все равно это место остается одним из главных символов Алматы. Здесь располагается монумент независимости, акимат и дом правительства. Однозначно, есть что посмотреть, и площади стоит уделить время, если вы решите посетить Алматы. Именно здесь, в центральном месте Алматы, мы завершим осмотр этого славного, красивого города и отправимся в столицу республики Нур-Султан. Вот так выглядит стандартный Deluxe в отеле Marriott Astana. Сразу на входе уборная с душем. Видно, что отель не новый, но такой достаточно чистый, комфортный и удобный, как в принципе все Marriott. Шкаф с гладильной доской, все их не вижу, наверное, в другом месте. Основная комната, стол, кресло для работы, телевизор, кофе и шикарный вид из окна. Но это если повезет. Но если вы останавливались в Marriott, то наверняка вы знаете, что их основная фишка это супер удобные кровати и офигенно мягкие матрасы. В 2019 году Акмала-Астана стала Нур-Султаном. Так начался новый этап развития города. Чуть более чем за 20 лет истории в роли столицы в Нур-Султан активно инвестировались как государственные, так и частные средства. Город активно развивался, стал миллионником, превратился в настоящий современный мегаполис. Чего не найти в Нур-Султане исторических объектов. Что в Нур-Султане в избытке современной архитектуры и парков? Интересно, что первой столицей Казахстана с 1920 по 1925 год был российский город Оренбург. В 1925 году столицу перенесли в Казаларду, а в 1929 столицей стала Алматы и оставалась ей до 1997 года. У Алматы был один существенный недостаток. Город расположен слишком далеко от географического центра страны. К тому же он очень быстро разрастался и стал одним из самых грязных с точки зрения экологии. В итоге, в ходе национального исследования Астану выбрали по 32 факторам, таким как климат, расположение, сейсмические условия, транспортная инфраструктура и так далее. Главными же преимуществами стали большая территория, центральное расположение относительно территории страны, близость к основным экономическим центрам и демографический потенциал. История самого города начинается в 1830 году. Тогда название города было Акмала. Сначала здесь построили крепость, вокруг которой постепенно рос город. Первые 30 лет население составляло всего 2000 человек. За следующие 30 лет оно выросло в три раза до 6000. К 1960 году Акмала стала центром целины Северного Казахстана и насчитывала уже 100 тысяч человек. А к 1999 году население выросло уже до 836 тысяч. Особенно отличился в застройке Астаны англичанин Норман Фостер, который строит в стиле хай-тек. В том числе, благодаря ему, Нурсултан называют городом будущего. Интересный получается контраст с другими странами. Мадрид, Париж, Рим, Москва – все они гордятся своим прошлым. А вот Нурсултан смотрит в будущее. Просто посмотрите на главные здания столицы Великой Степи и вам все сразу станет понятно. Дворец мира и согласия в народе называют пирамидой. Высота здания 62 метра. Здесь проводят выставки, концерты, другие важные мероприятия. Внутри дворца есть оперный зал на 1300 мест, где пела сама Монсеррат Кабалье. Над ним витражный зал Атриум, а на самой вершине зал заседаний Колыбель. Также во дворце расположился этнографический музей, центр современного искусства. На верхнем ярусе красивая видовая площадка, а вокруг раскинулся президентский парк. Еще один проект Фостера – огромный торговый центр. Здание выглядит очень эффектно, выполнено в форме юрты. Высота 150 метров. Внутри множество магазинов, кафе, рестораны, спортивный клуб. А на самой вершине аквапарк с настоящим пляжем, песок для которого завезли с Мальдийских островов. Строительство – это главный драйвер роста реального сектора экономики Казахстана. В 2022 году аналитики дали прогноз на рост строительного сектора на 7% в годовом выражении. Сейчас я нахожусь рядом с новым символом Нур-Султана и всего Казахстана. Это небоскреб и торговый центр Абудаби-Плаза, строительство которых началось еще в 2010 году. На данный момент это самое высокое здание в Казахстане и во всей Средней Азии. Примерно его высота – 311 метров, а количество этажей – 75. Кстати, архитектором этого здания выступил тот самый Норман Фостер, по проектам которого строились несколько других зданий в Нур-Султане. Это не просто небоскреб или башня, это настоящий многофункциональный комплекс с большой экосистемой внутри. Двухэтажный торговый центр, жилой комплекс с люксовыми апартаментами, спа, офисы, 12-этажный отель «Широтон», кафе и рестораны, детский развлекательный центр. Весь комплекс состоит из четырех зданий, общая площадь составляет 515 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций – 1 миллиард 600 миллионов долларов США. Такой масштабный проект реализуется на основе договоренностей бывшего главы государства Нур-Султана Назарбаева с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Застройщиком выступила эмиратская компания «Альдар Пропертис». А еще, конечно, шикарная зеленая площадь перед комплексом. Несмотря на все сложности и затянувшееся строительство, можно признать, что комплекс действительно вышел многофункциональным и стал центром притяжения для местных жителей и туристов. Выставка «Экспо-2017» прошла в Нур-Султане, который тогда еще назывался «Астаной». Это произошло в 2017 году. Мероприятие стало прорывом Казахстана в сфере международных отношений. Ее посетили более 4 миллионов человек. В выставке приняли участие 115 государств. Тема выставки – «Энергия будущего». Странным участницам продемонстрировали перспективы использования возобновляемых источников энергии. Все технологии так или иначе были связаны с энергетикой. Например, на территории выставки работала система «Умный город», которая помогла сэкономить до 30% электричества. Нур-Алем стал центральным павильоном. Сооружение сферической формой, высотой 100 и диаметром 80 метров. Это музей энергии будущего. Здание стало самым высоким в мире, построенным в форме шара. Уже после завершения экспо в музее провели более 150 развлекательных и образовательных мероприятий. Организовано более 500 открытых уроков Kids and Students Future Energy. Нур-Алем после выставки посетило 800 тысяч человек. При этом 15% из них – иностранные туристы. На территории делового центра «Экспо» работает Международный финансовый центр «Астана» МФЦА. Это специальная экономическая зона по позиционированию и принципам работы, очень похожая на дубайский Международный финансовый центр «Диэйфси». В большей степени здесь зарегистрированы компании финансового сектора. Также на территории расположена биржа «Астана Интернешнл Эксчендж». А иностранные инвесторы могут защищать свои права в суде, который работает на основе английского права. Организация МФЦА – это своевременное решение правительства и очень перспективный проект, основной целью которого является превращение столицы в Международный финансовый хаб близлежащего региона. Я решил посвятить отдельный выпуск МФЦА, так что вскоре ждите большой выпуск о всех преимуществах МФЦА для вашего бизнеса. А чтобы не пропустить, сделайте два простых действия. Прямо сейчас подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Еще в преддверии самой выставки многие эксперты предрекали, что после окончания «Экспо» все новые здания будут забыты и не будут использоваться. Сейчас же фактически я вижу другую картину, они интересны и востребованы. Гости города посещают павильоны, здания. Жители близлежащих районов любят прогуливаться здесь по аллеям вместе со своими детьми. В бывших павильонах кипит активная деловая жизнь. Соседнее здание – Международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб». Здесь кипит инновационно-технологическая жизнь и уже функционируют более 500 стартапов и IT-компаний. Для них здесь создали особые условия – нулевые налоги, комфортные офисные пространства и взаимодействие с бизнес-ангелами. В павильоне 1С в 2019 году открылся «Астана IT-юниверсити». В первый год сюда поступило 613 студентов, в 2020 – уже 2000. Сейчас же это ведущий центр компетенции по цифровой трансформации. В 2021 году университет запустил две новых программы – это Smart Technologies и IT Entrepreneurship, которые ориентированы на проектирование и управление смарт-системами и формирование современных предпринимательских компетенций в IT-сфере. На базе Экспо-2017 сформировали полноценную бизнес-среду, которая стимулирует деловую активность. На территории в 25 гектаров расположено 15 объектов, заполненных на 98%. Общая площадь, введенную в эксплуатацию помещений – 350 тысяч квадратных метров. Комплекс Экспо-2017 принадлежит национальной компании КАСЭкспо-Конгресс. В дальнейших планах создать 4 трансграничных хаба, которые будут стимулировать торговлю. В комплекс будут входить переработка и хранение продуктов агропромышленного комплекса, мультимодальные перевозки, трансграничная торговля и складские услуги. Именно здесь, на территории Экспо, хочу поговорить про экономику Казахстана. В 2021 году ВВП Республики составил 202 миллиарда долларов США. Основа экономической силы Казахстана – горнодобывающая отрасль. Особенно добыча сырой нефти и газа. С 2012 по 2021 год 35% всех прямых инвестиций направлялось именно в этот сектор. Еще несколько лет назад разные аналитические агентства отмечали слабость общественных институтов, низкую эффективность деятельности государственной власти, низкое качество государственного управления. Все эти показатели негативно влияют на бизнес-климат. Однако в последнее время в этом направлении идет активное развитие. Выделилось в отдельную структуру агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Появился Высший совет по реформам и агентство по стратегическому планированию и реформам. Все это говорит о нацеленности власти на реформирование системы государственного управления. Важным позитивным фактором стало и улучшение человеческого капитала. По данным Всемирного банка за 2020 год в республике индекс человеческого капитала в среднем выше, чем в любой другой стране Центральной Азии. Но есть и определенные трудности в стране. Главный из них это медленный рост производительности и инфляция, которая по разным оценкам экспертов может превысить 15% в текущем году. Но тем не менее Казахстан остается интересной и перспективной страной с точки зрения инвестирования. Особенно сейчас на фоне глобальных реформ, которые сделают многие процессы более прозрачными и с предсказуемым результатом. Так что Казахстан точно стоит рассмотреть, если Вы хотите зарегистрировать стартап или, например, масштабировать текущий бизнес. Некоторые проекты удобнее развивать через специальные экономические зоны. Зарегистрировать компанию, получить другие сопутствующие услуги для бизнеса и не только в Казахстане, можно через государственный портал egov.kz. Но также есть вот такие организации, Центр обслуживания населения, рядом с которым в Нур-Султане мы сейчас и находимся. Там Вас встретит приветливый персонал и предложит решить все Ваши задачи. Пойдемте посмотрим, как у них там все устроено, как работает, и обязательно возьмем у кого-нибудь интервью. И сегодня расскажет нам, как получить государственные услуги по регистрации бизнеса в Казахстане и не только директор государственной корпорации правительства для граждан Мадис Аданов. Мадис Аданов. Директор филиала госкорпорации правительства для граждан по городу Нур-Султан. Здравствуйте, Мадис. Добрый день. Спасибо, что уделили время и лично будете рассказывать нам об этом. Это очень ценно. На самом деле это показывает открытость местного правительства как к местному бизнесу, к местным гражданам, так и к иностранцам. С удовольствием, Виталий. Разнотомство. Я являюсь руководителем госкорпорации правительства граждан по городу Нур-Султан. Это столица нашей страны. С удовольствием хочу вас к вам. У вас здесь, кстати, очень уютно, так красиво. Если вы заметили, мы начинаем с улицы. Это у нас отдел Есильского района номер один. Дело в том, что здесь рядом все правительственные здания у нас, организации. Поэтому это у нас один из образцовых центров обслуживания населения. Но тем не менее я хочу сказать, что все отделы в городе у нас на достаточно высоком уровне. Мы, кстати, проехали и по другим, посмотрели. Это действительно правда. Я хотел продемонстрировать. У нас везде, как вы видите, информационное объявление. Мы обязательно смотрим обратную связь наших услугополучателей. Для этого у нас есть страницы в социальных сетях, где я непосредственно заместитель и пиар, ответственный за пиар. Работает она очень просто. Нажимается, наводим, нажимаем и вы выйдете сразу на мою страницу. И просто вам сразу можно написать. Вот он, вот он я. И вы читаете, реагируете. Конечно, обязательно. Не забудьте проверить. Обязательно. Но, конечно, можно написать всякий хороший отзыв, потому что я уверен, что сервис здесь на высшем уровне. Но самый хороший отзыв – это негативный, который позволяет улучшить качество. Для чего это и создано. Если вы по тем или иным причинам отпустите два смартфона и так далее, здесь наши рабочие номера. Здесь вот обязательно у нас участковые, чтобы в случае чего. Также я хотел вот продемонстрировать. У нас есть приложение новое, называется Digital Zone. Оно у меня тоже уже закачано есть. Тоже потом рекомендую. Там вы увидите в целом. Вы можете там забронировать очередь, получить талон, получить АЦП, посмотреть все отделения, которые ближайшие. Более того, вы можете посмотреть там загруженность этого отдела. Очень удобно. Очень удобно. То есть я всем рекомендую посмотреть и спокойно выбрать себе услугу, заказать и выбрать отдел и поехать спокойно обслуживаться. Также каждый центр обслуживания населения у нас начинается вот с таких справочных секторов, где оказывают вам консультации на ту или иную услугу и выдают талон. И уже все в эталон получаете, делится на зоны, зона документирования, получение готовых документов. Вот они все расписаны, есть большие мониторы и все мы наблюдаем за своей очередью. Все очень красиво, удобно. Я смотрю, здесь толпы народу не собираются, значит процесс организован хорошо. Да, сегодня вот сейчас 2 часа дня, принципиальное время, самый пик по идее. Здесь в принципе спокойно, нормально. Здорово. А какие сервисы оказывает данное подразделение, данный центр? Вообще у нас, вот как я уже ранее начал говорить, у нас есть как бы классический центр обслуживания населения, это все виды госуслуг и делятся автоционные, да, специализированные цоны. Здесь у нас по реестру госуслуг более 600 госуслуг, которые проходят через центр обслуживания населения. Здесь, допустим, на первом этаже также особенности центра обслуживания населения, то, что здесь идет документирование граждан. Получаем ID первичный, паспортах. Вот здесь сотрудники, даже если они сидят в гражданском, это сотрудники миграционной полиции. А, то есть все в одном месте, для удобства. В одном месте, для удобства, понимаете? Но мы сделали это так, что для вас это ничего не значит, вы спокойно идете по этапу. Вот такой очень клиентоориентированный подход для граждан. Да, также еще одно наше достижение, последнее. Я хотел бы вот QR-кода. Сейчас у нас очень активно идет смарт-платежи. Вот сейчас я просто смотрю, сейчас если будет обслуживаться, мы можем продемонстрировать. То есть, если раньше вот здесь в кассе у нас, за каждую услугу надо же оплачивать. У нас иногда, ну, понятно, бывало скопление людей там. Сейчас, вы видите, сейчас вообще нет людей там. Одну кассу, в принципе, она уже не нужна. Очень технологично. Куда подходят, у кого может быть проблемы с карточкой или с наличными и так далее. Человек как сел, он все. И на месте я оплату сделал, на месте все, его идентификацию проходит, весь полный цикл. А раньше он должен был подойти туда, сюда, обратно подойти, за срочность доплатить и так далее. Ну, про что я и говорю. Очень такой клиентоориентированный подход, направленный не как это обычно бывает в каком-то частном секторе, а от государства в сторону граждан. Это очень ценно. Конечно. И мы на этом не останавливаемся. У нас еще дальше-дальше планы. Супер. Какие наибольшие популярности пользуются услуги? Первая и самая распространенная услуга – это получение электронно-цифровых подписей. Это нужно для начала, чтобы в целом получать услуг? Это как бы получение основных госуслуг, в том числе онлайн, вам необходимой ЦП. Вы можете ее получить как у нас в центрах обслуживания населения, так и онлайн. У нас практически 80% услуг автоматизированы и переданы в электронный формат. В том числе и электронно-цифровая подпись. Более того, она постоянно, этот процесс совершенствуется. Если ранее он был, процедура одна, сейчас абсолютно другая и попроще, которая дает возможность со смартфоном вам, прям стоя здесь, получить электронно-цифровую подпись. Также дальше вы можете провалиться в услуги и дальше заниматься той или иной проблемой, не просто на смартфоне и телефоне. Мади, у нас канал для бизнеса и в первую очередь для бизнеса, который занимается такой международной экспансией. Кстати, ребята, не забудьте подписаться на канал, если хотите продолжать получать такой полезный экспертный контент от первоисточника. Я бы хотел узнать, очень много нерезидентов, я знаю, прилетают в страну и в первую очередь они выбирают Нур-Султан, так как это столица. Вот в этом плане для нерезидентов, с чего они должны начать, что они должны сделать? Понятно, они должны получить электронно-цифровую подпись, возможно еще, да? Какие шаги? Да, абсолютно верно. Тем лицам, прибывающим иностранным гражданам, которые хотят здесь открывать представительство, бизнес, все дороги ведут к нам. И я сейчас хочу вам показать, как это делается. Два года назад эту функцию было передано в госкорпорацию, с уполномоченного органа. Мы занимаемся регистрацией коммерческих видов. Это товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и их разновидность. Госучреждения остались за госорганами регистрации. Вся процедура, если ранее, я опять же сравниваю, да, с ранее, это постоянно процесс. У нас в Казахстане этот процесс постоянно совершенствуется. Но если ранее брать, то это большие сроки, куча документов, да, там, все это нас реально надо там заверять и так далее. Постепенно эта процедура, она облегчалась, облегчалась, начиная от самой процедуры и заканчивая сроками. И на сегодняшний день у нас процедура простая, она более уведомительного порядка и срок один рабочий день. То есть я иностранец, прилетаю в Нур-Султан, прихожу в ЦОН, в Центр обслуживания населения и открываю компанию за один день? Практически так у вас будет. Ну, смотря какая компания, наверное, да? Да, есть разновидности, это мой походу, я вам хочу. Вообще здорово, это очень быстро. Конечно. Хочу вам походу отметить, в каждом отделе у нас есть вот такие комнаты матери и ребенка, везде, где мама с ребенком может посидеть, покормить, переодеть. Ну, это опять же в сторону такого клиента ориентированного подхода. Конечно, конечно. Здорово. Также вот, продолжение нашего разговора, у нас не только классические операционные места есть, но также у нас есть зоны самообслуживания. Здесь уже граждане приходят самостоятельно, могут получить все виды услуги. То есть, по большому счету, ты можешь это сделать из дома или из отеля, а можешь прийти сюда, вдруг у тебя интернета нет. Так, точно. Здесь тебе могут подсказать еще. И вот, если вы видите, вот, начиная с ЦЦП, получение справки и так далее, справки и так далее. Видите, все-все-все, в принципе, здесь находятся самые востребованные услуги. Тоже очень удобно, видите? Очень удобно. И здесь сразу стоят консультанты, которые могут подсказать. Да, это так называемый крылатый коннекшнг. Это таким образом дает нашим сотрудникам возможность переходить от одного человека к другому. Ну, да, кстати, я заметил, что такое. И сидящие места у нас там в углу тоже есть. Все продумано, да, милости? Потому что есть, допустим, получение лицензии. Там порядок чуть сложнее, потому что требования выше. Поэтому там уже, где надо посидеть, пожалуйста, спокойно обстановку. А какие вообще типы компании пользуются наибольшим спросом у нерезидентов в первую очередь? ТО. Товарищ с ограниченной ответственностью. Молодой человек, я хотел бы зарегистрировать ТО на свое имя. Я являюсь не гражданином республики Казахстана. Что мне для этого надо? Присвоенного ЕИИНа нет. Я вообще первый раз в Нур-Султане и вообще не понимаю, что здесь происходит. Да, вот наоборот, вы нужны здесь и мы будем с вами. А что такое ЕИИН? Это 20-издачный номер, которому привязывается основная информация о нас, да? То есть если в Казахстане ЕИИН приславится с рождением, то кто не резидент, они приезжают сюда, получают это ЕИИН. ЕИИН – это мой персональный номер, да, налоговый? Да, индивидуальный индивидуальный номер, где-то там будет привязана информация о вас, ваш номер, паспорт и так далее. Смотрите, для того, чтобы получить их, у вас есть загранпаспорт? Да, конечно. Все, если можно, мы можем через загранпаспорт вас... Ну, я его с собой не взял, но будем предполагать, что он у меня есть. Вот я вам его даю. Да, вы даете мне паспорт, далее я прививаю сюда на его паспорт. Один рабочий день, на следующий день, да, буквально вам присваивается ваш инвестиционный номер. И после этого присвоением вашего имя вы можете подавать на первичную регистрацию вашего приложения. Что вам для этого нужно? Для этого, конечно, чтобы вы дали название вашей приложения. Нужно. Да, и чтобы мы знали вид деятельности. Также, смотрите, нам нужно будет материальный перевод вашего паспорта на казацкий и русский язык. Это где-то здесь можно сделать? Это можно здесь, ну, далеко здесь нотариусы. Сами учебы, да, и подависим еще. А я видел, по-моему, здесь на входе нотариус. Да, вот здесь. Смально здесь. Смотрите, также, если у вас, например, вы хотите открыть здесь представительство, да, или февиал, нам нужно будет, чтобы было положение представительства, да, на русском и на казацком языке, также для вас. То есть, да, плюс, помимо этого, учредительный документ, который подтверждает, ну, то есть, если у нас это называется справка области регистрации о том, что есть эта компания, то нам нужно будет подтверждение, ну, с другой стороны, соответственно, для вас регализован, чтобы это был документ, и подтвержден. Также нотариально заверим копии на казацком и на русском языке. А сколько в целом процесс занимает? Вот я подал документы, через сколько я получу документ, подтверждающий государственную регистрацию? Именно по открытию итогов. Подкрытие УТО, да. Это три рабочиха. Три рабочих. И если через оператор? Через Яков моментально. А, моментально. Мы сейчас Яков сейчас посмотрим. Спасибо большое, Чингис, очень полезная информация. Вопрос у меня. Давай теперь по статистике. Сколько в день примерно? У нас? Нет, нет, нет. Компании? Компании оттругаем. Ну, около 20-30 сентября. В день. А сколько из них компаний с иностранным участием в среднем, в процентном режиме? 50 на 50. Последняя статистика у нас была 60 казахстанских, 40 с участием. Это очень хорошие показатели. Но здесь надо учитывать, что они могут быть не стопроцентно иностранными. У нас очень много совместных. То есть учредители... Как казахстанские, так и иностранные. Да, да, да. Так точно. То есть здесь надо смотреть. Ну, спасибо. Удачи вам в работе. Мы же тоже к этому постоянно идем, совершенствуемся. То есть здесь разделены на группы. Вот видите, гражданам, а здесь бизнесу суд. То есть очень удобно. Родственные вопросы, они в одном кейсе находятся. Месте рядом. Да, это тоже помогает сразу сориентироваться и понять, как дальше действовать. Здесь даже есть подразделение, как физлицу, нам получить паспорт и так далее. И бизнесу. Вот бизнес, регистрация, развитие бизнеса первый стоит. И вот что прям можно выбрать. Да, мы здесь можем интуитивно регистрацию. Все понятно. Отбираем, да. Все. И здесь выбираем. Передача, уведомления, регистрация залогов, госрегистрация. Регистрация юридических лиц. Все. Заказать услугу онлайн. В зависимости от того, что выбираем, ведет по разному алгоритму, да? Да. Ну-ка, давайте я попробую свою. Ну, вы должны учитывать это по территории нашей страны. Ну, она точно есть, потому что у меня компания здесь зарегистрирована. Сейчас проверим. Все. Потому что он уже предлагает поменять. Здесь выбирайте руководителя и пишите. Найти 4. Все. И вот здесь, вот видите, где руководитель. Вот мы же иностранцы хотим, вот гражданин. Он хочет, да, поэтому, получается, когда руководитель, вот, пожалуйста. А, страну предлагать выбор. Из-за страны, я так смотрю, здесь у нас все страны мира. А вот такой важный вопрос. Если, например, будет, ну, какая-нибудь Камбоджа. Вот она, Камбоджа. Да, она там первая была. Да, да, да. Если будет Камбоджа, то для того, чтобы зарегистрировать компанию, нужно будет на данном этапе предоставить визу бизнес-эмигранта или нет? Нет, просто паспорт. Просто паспорт, да? И этого достаточно будет. И это достаточно. Ага, визу. И вы нотариальное заверение делаете, если вы хотите той организации сделать представительство в нашей стране. Тогда вы своего торгового реестра должны подтвердить, что вы там существуете. Да, 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 я понял. В первичной своей стране вы существуете. Тогда мы вас уже... Это если дочерняя или филиал представительства. А если первичная, то в принципе... То есть никаких дополнительных преград, независимо от гражданства. Давайте вот мы прям дальше пройдем к каждому полю, чтобы убедиться. Ну, давайте я свой напишу. Их может быть несколько. О, я появился. Да, и, соответственно, если у учредителей несколько, соответственно, у них будет процентная доля, в основном, какитали, которую вы сами определяете. Очень удобно. Сейчас случайно еще одну компанию у меня зарегистрирует. Нет, нет, мы не пусть ее проработать. А такой вопрос. В момент регистрации есть опция выбора режима налогообложения? Так, да. Потому что это тоже важно. Вообще по умолчанию она идет стандартная. Общественно, вы хотите какую-то перейти на ту или иную формулу, здесь... То здесь можно, да? Здесь, если она принято, то есть... Ну, понятно, это стандартная. Ну, юридические адресы. Это по общим направлениям, да? Или там прямо этот аквэд присваивается? Откройте еще. Вот это в соответствии с... Вот образование, например. Давайте зайдем. А, ну вот здесь все уже более детально. Очень удобно, технологично, современно. Да. Получается, в итоге я оставляю заявку и получаю зарегистрированное юридическое лицо на следующий день. Сразу моментально. Сразу. То есть могу справку вытащить сразу, да? А, все-таки моментально. Вообще шикарно. Через портал быстрее. Ну, да. Потому что там идет... Вот видите, здесь с банками, допустим, с налоговым. С госорганами. Юрлица это... С менюстом, да, по сверке названий. То есть здесь идет максимальная интеграция, да, которая происходит в автоматическом онлайн-режиме, и все самостоятельно. Вы просто забиваете свои данные, что вы хотите, и получаете эти данные. И такой важный вопрос. Когда я что-то должен кому-то заплатить? Ну, пошлина какая-то должна же быть или нет ее? Я просто не увидел. У нас... То есть бесплатно? Да, это абсолютно. Вы уже входите в налоговую зону, то есть вы уже подпадаете под налоги... Плачить будете завтра налоги. Это вы уже в рамках своей деятельности уже будете. А для регистрации, вы сами видите, все на этом процессе уже, как говорится, завершается. Завершается он тем, что вы хотите открыть счет банки, вам предлагают, и все. А если я нажму, хочу открыть счет банки, что произойдет? Ну, она вам будет дальше подсказывать. То есть вы уже и даже, да, пошла интеграция дальше? У нас здесь банки-партнеры есть. Я могу выбрать прямо из перечня, да? Да, да. Ну, она вам предложит стандартный договор, там тоже есть взаимоотношения, но тоже все, вот вы сами видите, интуитивно, понятно, удобно. Все очень просто. Чувствуется, что над этим проектом реально трудятся. Ну, спасибо вам за погружение такое информативное. Все, вас зарегистрировали. Все, компания у меня уже есть в Казахстане. Видно, что проделана огромная работа по систематизации процессов. Я понимаю, что это такой огромный массив данных, потоков, как со стороны гражданства, обращения граждан, так и со стороны бизнеса. Удачи вам в развитии этого направления. И я думаю, что многим нужно брать пример с того, как здесь все организовано. Спасибо большое. Спасибо большое. Рад знакомству. Зачем открывать компанию в Казахстане? Начну с того, что по данным Всемирного банка за 2020 год, Казахстан находится на 25-м месте среди 190 стран по легкости ведения бизнеса. К тому же Казахстан граничит с Китаем, Россией, а также другими странами Центральной Азии. Входит в Евразийский экономический союз ЕС. Имеет единые таможенные границы с Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Имеет низкие налоги и простое банковское обслуживание. Только за март-апрель 2022 года здесь зарегистрировано 1900 компаний. Это столько же, сколько за второе полугодие предыдущего года. Сегодня здесь функционирует около 40 тысяч юридических лиц с иностранным участием. Что касается открытия компаний, чаще всего иностранные инвесторы предпочитают открывать компании в таких формах, как ТО «Товарищество с ограниченной ответственностью» или представительство или филиалы иностранных юридических лиц. Преимущество регистрации ТО в Казахстане. Неограниченное количество участников компаний. Уставной капитал от 20 центов. Срок регистрации для нерезидентов 3, 7 рабочих дней для резидентов всего лишь 1. Возможность удаленной регистрации компании и возможность управления компанией с любой точки мира. 12% НДС, нулевая ставка НДС на экспорт товаров и на международные транспортные услуги. 0% на прибыль по отдельным видам бизнеса до 2023 года. Мораторий на проведение государственными органами проверок малого бизнеса. Что нужно для регистрации компаний? Зарегистрировать уникальное название. Иметь хотя бы одного акционера и одного директора. Желательно резидента любой страны Евразийского экономического союза. Получить юридический адрес в Республике Казахстан. Государственная регистрация ТО проходит через онлайн-сервисы государственной корпорации правительства для граждан. Мы постоянно сталкиваемся с этими сервисами и могу вам сказать, что они работают отлично. С момента регистрации компания официально становится налогоплательщиком. Действуют два основных режима. Первый – это общеустановленный, когда компания оплачивает 20% корпоративного налога с чистой прибыли. А индивидуальным предпринимателям всего лишь 10. Второй режим – это упрощенный режим налогообложения, когда взымается всего лишь 3% с оборота компании или индивидуального предпринимателя. НДС налог на добавленную стоимость составляет 12%. С регистрацией ИП есть свои нюансы. Зарегистрироваться могут только граждане Казахстана или Кандасы – это этнические казахи. Однако, так как Казахстан является членом ЕС, граждане стран-членов ЕС могут также зарегистрировать ИП, если они имеют вид на жительство в этой стране. В целом, регистрацию можно пройти на портале egov.kz удаленно. Для этого предварительно необходимо получить электронную цифровую подпись. Банковская система Казахстана представлена Национальным банком-регулятором и коммерческими банками. На август 2022 года действуют 22 банка. Банковские счета можно открыть в нескольких валютах. Это национальная валюта тенге, российский рубль, доллар, евро и некоторые другие валюты. Пакет документов для открытия банковского счета достаточно стандартный. Для юридических лиц это учрительные документы и заявления. Для физических лиц это документы, удостоверяющие личность и также заявления. Если банковский счет планирует открыть нерезидент, то также необходимо предоставить налоговую регистрацию и обоснование, для чего нерезиденту необходимо открывать банковский счет именно в Казахстане. Это относится как к юридическим лицам, так и к физическим. Вести бизнес в Казахстане нерезиденты могут через бизнес-миграцию. Цель пребывания в стране – осуществление предпринимательской деятельности. Для этого предварительно, прежде чем регистрировать компанию, необходимо получить визу с Е5. После этого можно спокойно пойти зарегистрировать компанию, заниматься бизнесом, а можно нанять нас, консультантов, и мы это все сделаем быстро и без заминок. Согласно договору ОЕС, требования о наличии визы бизнес-мигранта не относятся к иностранцам, гражданам России, Беларуси, Киргизии и Армении. В этой части я планировал показать вам мечеть Хазрет Султана в Нур-Султане. Ее точно стоит посетить, она очень красивая и до недавнего времени была самой большой мечетью в Казахстане. Но нам повезло, в последние дни пребывания в Нур-Султане открылась новая, еще более грандиозная, поражающая своими масштабами. Открылась она 12 августа 2022 года, и на сегодняшний день она является самой большой мечетью в Казахстане и во всей Центральной Азии. Высота главного купола, выполненного в небесно-голубом цвете, составила чуть более 83 метров, а диаметр 62 метра. Купол стал самым большим в мире для сооружений подобного типа. Четыре минарета достигают высоты в 130 метров. Каждая башня состоит из пяти частей, которые символизируют пять столпов ислама. Веру, молитву, пост, закят, обязательно ежегодный налог, и паломничество. Входная дверь в мечеть одна из самых высоких дверей в мире. Высота ее чуть более 12 метров, а вес полторы тонны. Выполнена она из твердого дерева и рока. Внутри на стене вырезаны 99 имен Аллаха и подсвечены золотым светом изнутри. Выглядит очень красиво. Длина этой мозаики 100 метров, а высота чуть более 22. Она состоит из 25 миллионов стекол разных цветов. Общая площадь коврового покрытия 15,5 тысяч квадратных метров. Ковер полностью изготовлен вручную и стал самым большим в мире. Диаметр основной люстры 27 метров, весом она 20 тонн. Выполнена почти из полутора миллиона фрагментов. По четырем углам мечети также расположены люстры, каждая диаметром 8 метров. Площадь самой мечети составила 57 тысяч квадратных метров, а вокруг мечети большой парк с фонтанами. У мечети есть подземная часть с банкетным залом на 440 мест, парковкой и другими помещениями. На первом и втором этажах мечети также находятся учебные классы, конференц-зал, зал для чтения Корана, зал для бракосочетаний, телестудия, музей и магазины. Что и говорить, новая мечеть поражает своими масштабами и красотой. Один из символов столицы Казахстана – 105-метровая башня Байтире, которая возвышается на главной площади города. Под самой башней находится подземный уровень с кафе, сувенирным магазином и галереей. На башню можно подняться на скоростном лифте. Верхний уровень выполнен в форме шара, в котором находится лучшая смотровая площадка города, куда мы сейчас с вами и отправимся. Просто посмотрите, какая красота. Нуржол реально впечатляет. Еще его называют воднозеленый бульвар. Большая, красивая пешеходная зона прямо в центре города. Да, не в каждой столице встретишь такую красоту. Вот на такой ноте я решил закончить этот насыщенный выпуск о моей родной стране, о Казахстане. Мы посмотрели основные достопримечательности, но Казахстаном можно наслаждаться гораздо больше, чем несколько дней. Также мы узнали об экономике страны, о том, как открыть здесь бизнес. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашим видео со своими друзьями. С вами, как всегда, Виталий Чарясов и видеопроект Верх. До встречи в новых выпусках. Пока!